Вздохи разочарования и радостное ликование спортсменов. Шар то предательски катился мимо, то с первой попытки сбивал все кегли. Выбить страйк получалось не у всех. Чтобы показать свое мастерство на турнире и вывести команду в лидере, Диана Власова при соревнованиях старалась выкраивать время для тренировок. В свободное время она приходила в ресторан «Прайм», чтобы оттачить технику бросания шаров. Тренировалась, честно скажу, каждый день, даже до мозолей доходила. Но в результате я довольна своим результатом, более чем. Я приходила иногда в обед на 15 минут и вечером сразу после работы на 15 минут. Первый командный турнир ядерного центра по боулингу «Шарабол» прошел при поддержке Саровской федерации боулинга и собрал 80 спортсменов. 10 подразделений в НИЭФ выставили по две команды на соревнования. Федерация боулинга активно пропагандирует этот вид спорта. Менее чем за год своего существования организаторы провели несколько соревнований. Мы провели официально как Федерация 4, вот это четвертое наше мероприятие. Но благодаря нам еще порядка 6-7 мероприятий, турниров внутренних во ВНИЭФе, которые отбирались как раз лучшие игроки для того, чтобы приняли участие в нашем турнире. Ресторан «Прайм» в качестве площадки для проведения турниров Федерация боулинга выбирает постоянно. Здесь установлено оборудование компании «Брансвик», которое на протяжении 160 лет удерживает позицию мирового лидера по производству и продаже оборудования для боулинга. Каждая дорожка снабжена системой автоматического подсчета очков и мониторами. Два часа соревнований пролетели быстро. Пока одни спортсмены набирали очки на дорожках, другие отдыхали на уютных диванах, обсуждали тактику игры своей команды и участвовали в конкурсах. Очень такая насыщенная атмосфера, радостная. Вот этот дух соревнований между всеми подразделениями – отличная идея. Все прошло на высшем уровне. Также огромное спасибо организаторам, всем участникам команд. Да, всем молодцы. Отличный чемпионат, хорошо, что у нас сейчас это все проводят. Очень здорово. По итогам турнира первое место заняли спортсмены из КБ-12. С результатом 566 очков они оставили позади своих ближайших соперников – команда «Вымпел» и «Старт», которые получили серебряные и бронзовые медали соответственно. Также наградили самых результативных игроков среди мужчин и женщин.